Всем привет! Сегодня снимаем видео обзор на ЖК от застройщика ТЭН Домна Бардина вместе с Пашей. Паша, привет! Привет! И это наш второй ролик в рамках сравнения двух ЖК Домна Бардина и Домна Амундсена от Синары А57. Этот ролик мы уже сняли. Смотрите, по ссылке переходите. Ну а сейчас про Домна Бардина погнали! Готов, Паша? Погнали, Паша! Ребята, в моих руках красивый буклет, который вы тоже можете получить в свои собственные руки, если сходите в компанию ТЭН и возьмете вот на этот дом на Бардина вот такую красивую книжечку. Здесь все так красиво! Ну а сейчас мы поговорим с Павлом, все ли действительно так, как пишут в этом буклете. Будет ли так? Давай начнем с локации. Локация, дом. Где находится? Бардина, что там рядом, какой транспорт, детские садики, школы, офисы, торговые центры. Короче, все, чем в жизни занимается человек. Все, это есть. Вот даже в буклете, если ты полистаешь, тут даже Радуга парк упомянут. Хотя, мне кажется, там далеко до Радуга парка. Но не применил воспользоваться застройщикой. В общем, школы, садики на Юго-Западе, мне кажется, примерно как пионерка, нормально укомплектованы. Еще в советское время. Да, еще не нашими застройщиками. Вот. Парк, ну, безусловно, парк рядом. Называется парк Чкалова. Как уж там он выглядит, что вы подразумеваете под парком, наверное, не ботанический сад, если ты об этом. Но, в общем, он рядом, туда пешая доступность. И туда шикарные виды за нескромные деньги, если вдруг видовой этаж возьмешь. Никита, твоя экспертная оценка по застройщику ТЭН. Дело в том, что мы делаем обзор на дом на Бардино. Так и называется дом на Бардино. Ты, пожалуй, исследовал все дома от застройщика ТЭН. И у тебя есть какое-то представление о том, что за застройщик, какое качество выдает. И, соответственно, что ждать жителям этого дома на Бардино. Учитывая предыдущий опыт по другим объектам, могу сказать, что ТЭН, он слабо ведет контроль своих подрядчиков. И замечаний у ТЭНа предостаточно, когда он передает объекты уже готовые. Поэтому здесь мне кажется, что качество будет таким же, как и на предыдущих объектах. То есть тут стоит поработать с точки зрения устранения дефектов. И после осмотра нескольких объектов в этом жилом комплексе мы уже будем делать выводы о том, насколько хорошо или насколько плохо застройщик выполнил свои работы на данном объекте. Насколько адекватно они реагируют на замечания? Исправляют ли их вовремя, не вовремя? Вообще исправляют ли? То есть что по практике можешь сказать? Объекты ТЭНа не принимаются чаще всего ни с первого, ни со второго раза. Обычно 3-4 приемки приходится проводить для того, чтобы застройщик устранил все замечания, которые есть на объекте. Ну и плюс просрочка. Часто бывает такое, что они не успевают в сроке построить объекты. Спасибо. Пожалуйста. Давай расскажи, на какую целевую аудиторию рассчитан дом. Потому что в доме, который мы с тобой разбирали, А57, там 6 квартир на этаже. 6-7, да. 6-7. А здесь 9. 9? Вопрос, какие это квартиры? Тут же, если в А57, например, была одна студия, то с точки зрения обывателя, фу, студия. Но если смотреться на резку 9 квартир здесь у ТЭНа, то тоже есть вопросики. Ну, например, двухкомнатная, там 48 квадратов. Это мало. Это маловато для класса жилья с ценником 100 плюс тысяч метр квадратный. Вот. Трешка здесь тоже максимум, это 98, а есть 68 квадратов. 70 квадратов трешка. Но это как раньше в Хрущах делали. Ну, 70 квадратов трешка, это вряд ли соответствует современным стандартам комфорт плюс класса, который заявляется. Ну, мне так кажется. А здесь именно заявлено комфорт класс. Блин, я ориентируюсь на цену метра квадратного, ориентируюсь на описательную часть у застройщика, на буклеты, на рендеры. Ну, для меня это комфорт, наверное, все-таки. Ага. А нарезка не соответствует этому комфорту? По твоему мнению? Мое мнение, мое мнение, что трехкомнатные квартиры 70 квадратов, это ближе куда-то к эконому. Но это мое частное мнение. Ну, то есть, получается, если мы смотрим тупо на квадратные метры, то запросто можно посмотреть на дома вторичку рядом и те же панельки. Ну, плюс, минус, также функционал получишь. То есть, там, спальни по 9 квадратов, кухни по 12, может быть, где-то можно найти в каких-нибудь более современных домах, чем в Хрущевке. И я думаю, вообще, на самом деле, что идея дома на Бардина, он уже чуть позже, наверное, чем Синара планировался, у Синара это там семейный дом, а здесь вот как раз переселить народ из старого фонда примерно в те же метражи. Мне кажется так. Там хорошие условия рассрочки давали 10-90, то есть, там можно было, там, типа, зафиксировать квартиру за собой, внести всего 10%, продавать потом свое. То есть, ты просто переезжаешь из старого жилого фонда в новый. А, вот такой расчет. Вот такой расчет. То есть, переезжать в другой район не хочу. Да, да, да. Хочу что-то поновее. Но у тебя есть понимание, что там вот те же там 110 квадратов в Синаре, да, это же надо еще заплатить, то есть, там, 11-12 миллионов, да. А если у тебя 70 квадратов, да, трешка, да, маленький, компактный, но новый фонд. Еще из газовой котельной. Газовая котельная опрессовки и долой. Я не знаю, кстати, пусть жители Юго-Запада поделятся, я на Пионерке живу, там есть проблемы с этим, там, водой нагревать, там, да, там, аварии и так далее. Может быть, на Юго-Западе они тоже есть, и газовая котельная решает этот вопрос. А, кстати, напишите в комментарии, есть такие проблемы или нет. Вот жители Бардина, там, кто рядом со сквером, с этим Чкалово живет, вот и напишите, есть или нет. Ну, понятно, то есть, расчет такой, что кто-то, ну, кто, кто желает переселиться в дом поновее, но локацию менять не хочет, то это вот для них. Ну, я думаю, что так, там же очень давно не было новых домов. Ну, да, там. Если вокруг посмотреть, то самое ближайшее, наверное, брусника, которая неожиданно там южные кварталы две свечки воткнула. И, кстати... Но это совсем не рядом. Ну, как бы, я вообще имею в виду из ближайшего, что прям новая-новая строилась. Но застройка точечная опять. Мы проговаривали в прошлом сюжете, что с первым этажом там коммерцией особо непонятно, что будет, да, колясочная она есть, вестибюль он есть, но там ряд офисных помещений, их три с большой нарезкой, ну, с... Ну, вот в буклете тут же нарисовано. У тебя в буклете нарисовано, здесь у меня только жилые этажи. Да, две квартиры. Две квартиры, да, на первом этаже. На первом этаже. Три офиса. Я не знаю, кто захочет на первом этаже квартиру. Да кто-то уже, мне кажется, захотел, чего бы нет. Ты думаешь? Я думаю, что да, я думаю, что это какая-нибудь история из серии... Под сдачу? Да нет, почему, там, не знаю, живешь и принимаешь людей, не знаю, логопед ты какой-нибудь условный. А, я понял. Ну, у тебя офисная бесшумная, то, что ты танц. А что, нормальная тема? Нормальная тема. В солнечном очень история заходит, она, в принципе, востребована такая тема, первые этажи, первые квартиры, но мы понимаем с тобой, что трафик-то там, ну, ты пешеходный, в отличие от солнечного. Ну, понятно, да, но по записи. Ну, да. Может быть, застройщик придет, наконец, в наши комментарии и расскажет нам, для кого он проектировал квартиры на первом этаже. Может, у него там есть уже целевой портрет. Может быть, может быть. Ну, ладно, с локацией мы разобрались. Для кого примерно разобрались? Ну, я говорю, для меня это переезд из старого фонда в примерно те же метры. Ну, про транспорт тоже все понятно. До метро пешком не дойти, не 25 минут. Маршрутов там 11 штук в разные части города. И на машине довольно удобно выехать. То есть... Ну, место хорошее, да. Единственное, что тем, кто на машине, ребята, надо подумать о том, где вы ее будете парковать, потому что там парковок еще меньше на квартиру. То есть там коэффициент, получается, плотность 0,3, да? Да, да, меньше, чем 0,3. То есть 270, по-моему, две квартиры и 76 парковочных мест. Но, в отличие от Синары, они в открытой продаже. И ценник там 830, по-моему, самый минимальный на парковочное место. То есть они на сайте, их можно выбрать и купить. У Синары сейчас только в месяц квартиры продают. Ну, да, это тоже... Да, это для тех, кто на личном автомобиле передвигается. Это существенный. А какой ценник получается на паркинг? Ну, я сказал 832 или 4, я вчера смотрел на сайте, вот цена парковочного. За паркинг место. А у Синары от миллиона, то есть может быть еще больше. То есть здесь подешевле. Я думаю, что да. Ну и, собственно говоря, ассортимент побольше остался. Ну, ребята, смотрите сами. То есть если вы намерены там купить или уже купили, то задумайтесь о паркинге, потому что машинку-то негде парковать будет. Ну, напряженно будет. Так, ну что, идем дальше. Мы все-таки идем в формате некого сравнения. Дом на Бардина и А57, это дом на Амудсена. Потому что они очень похожи. Это две свечки. Оба это точечная застройка. Ну, со всеми вытекающими, соответственно. Паша. Красота. Да, красота. Я предлагаю зафиксировать в кадр и посмотреть, как будет сделано. Я как раз хотел обратить на это внимание. Вот можно? Давай. Буклетик. Вот здесь в буклетике та красота, которую показывает Павел. Ну, уж простите. Но есть риск, что этого не будет. Поэтому я думаю, что на это стоит обратить внимание. То есть там есть прецеденты. Значит, вот здесь нарисована красивая деревянная детская площадка. Точно так же, как было, например, нарисовано в ЖК геометрии, а сейчас там асфальтовая поляна. Точно так же, как было нарисовано в Екатерининском парке. Помнишь, мы тоже про эту историю снимали. И там, знаете, там вместо обещанных деревянных вот этих вот историй детских, да, воткнули вот эти пластиковые разноцветные вырви глаз, которые вот эти вот. Вот, поэтому у нас остается вопрос. Если застройщик все-таки, застройщик ТЭН, исполнит свое обещание, поставит все, как здесь есть. Там есть еще один классный панорамный вид, но мы потом его вставим. Я первый, прямо вот как увижу. Приедем, снимем. Приедем, снимем. Я в сториз запишу. И даже интервью готовы взять. Да, все покажу и скажу, что ребята, вы красавцы, молодцы, сделали вот так. Сделали выводы и сделали так, как обещали. Но мы вот сказали то, как есть, без обид. Вот то, что видели, то и рассказали. Поэтому обращаем ваше внимание. Так, ну еще раз, почему покупают новые дома? Это локация, безусловно. Это планировки, это цена за квадратный метр. Если все устраивает, смотрит еще на что? На места общего пользования. Да. Дворы, подъезды. Ну, про дворы мы уже рассказали. Я еще, кстати, хотел обратить внимание. Я вчера на сайте Нагдом.РФ, куда застройщик выражает всю информацию, сравнивал проекты. И оказалось, что у дома на Бардина класс энергоэффективности А+, заявлен. Вот мне интересно, у Сенария только А+. Мне интересно, с точки зрения коммунальных платежей, это же типа энергоэффективность дома, да? Вот как это будет развиваться? Тут газовая котельная еще и класс чуть повыше, чем у Сенария. Ради этого в том числе покупают. Потому что коммуналка, любой человек, который там продавал какую-нибудь, не знаю, двушку в Хрущевке, в Пентагоне, где угодно, потом, переезжая в новый дом, понимает, что это небо и земля разница. То есть там типа 100 квадратов, там, не знаю, 10 тысяч коммуналка. Не снились такие цифры в старом жилье. Это еще одна причина менять. Подъезды. Подъезды. Вот мне интересна эта тема. Почему? Потому что снимал ролики я в ЖК-геометрии, строил ТЭН. Значит, картинки одни, по факту другое. Ну, то есть подъезды какие-то уныло выглядящие, там обещали какие-то рейки на потолке. Есть сейчас там просто краска, открытая проводка, ничего не спрятано. Что ты думаешь, как здесь будет? Слушай, я сделаю нехарактерную для себя вещь. Я был недавно в ЕКО-парке первой очереди с людьми, которые там претендуют на высокий класс жилья. И, в принципе, их эти подъезды устроили, те, которые сделали ЕКО-парк. Поэтому ТЭН может делать, особенно когда заявлялся не ТЭНом рендеры и материалы, то доделывать, видимо, вот он может. Поэтому будем надеяться, что здесь, сделав там работу над ошибками по геометрии, где у нас еще были вопросы по холлам, по дворам, они придут к тому, что вот что обещают, то и сделают. Я хочу верить в лучшее. Но в целом пока вот красивые картинки, они заявлены. Я тоже хочу верить в лучшее. Будем надеяться на то, что все-таки они это реализуют. Всегда нужно верить в лучшее. Значит, по насыщению. Давай еще раз проговорим в сравнении с А-57. Получается, что в А-57 весь первый этаж практически... Дежский клуб. Коворкинг. Большая колясочная. Огроменный вестибюль. Ну и вот, собственно... Место под охрану. Место под охрану. Но это, в принципе, видеонаблюдение охраны у них плюс-минус. Ну, комната большая. Ну да, то есть весь этаж. И только одно там офисное помещение. Здесь две квартиры и три офисных помещения. И достаточно просторный входной холл. Входная группа достаточно просторная. Ну, то есть вот для семьи, для людей там сделано. Здесь на Бардино что? Колясочная тоже есть. Помещение охраны тоже есть. Но все это в других метражах. Нет ни каворкинга, нет ни детского клуба. Вот если по существу. Ну, то есть фактически вот так вот. Если отбросить всю пыль, так сказать, то получается мы тот же самый подъезд видим, как в обычном доме. Но может быть со стеклянными дверями. Не знаю. Мне кажется, мы с тобой профдеформированы в этом вопросе. Может быть люди это будут нормально воспринимать. Там выход зато там во двор, да. На улицу проходной вот эта история. Поэтому бог его знает. Но по выделенным площадям не под квартиры и не под коммерческие помещения Синара существенно выигрывает. Так, ребята. Паша специально открыл специальное предложение, которое доступно в принципе всем желающим. И ссылку мы тоже скинем. Количество квартир. 155 на Амундсона, 272 на Пардино. Количество квартир на этаже 6, 9, ну есть 7. Количество машин и мест на Амундсона 65, на Пардино 76. Комфорт-класс оба дома, да? Заявлено, да, оба комфорт-класса. Оба дома комфорт-класс. Что еще? По каким параметрам можно сравнить? Распроданность квартир. В Амундсоне 62%, в Тенне 16. Вот я просто читаю наш дом РФ официальной отчетности застройщика, которую должен подавать. На какое число? На сегодняшнее какое-то, 6 мая и сегодня. Ну и кстати, важный момент, это там, как это называется, готовность. В одном случае, по-моему, 7%, в другом 60 с чем-то. Готовность чего? Дома. Подожди, 7% это что, котлован что ли? Ну, у Тена так указано на отчетности. Виды из окна, это же важный параметр. Ну, для кого-то, да. Для меня точно. Для жителей низких этажей на Амундсе на 57, нет, я тебе точно скажу. Там нет никаких видов, там соседние панельки. Вот, ну у Тена есть классные виды на парк с теплыми лоджиями, там можно оборудовать себе лаунж-зону и ими любоваться, только стоит это нехилых денег. Кто готов платить, велкам. Но виды всегда дорого стоили? Захочешь ты виллу на берегу моря, тебе там такую цену залепят? Паша, завершающий вопрос. Где бы я выбрал себе квартиру? Правильно. В каком из двух ЖК ты бы выбрал себе квартиру? Мой выбор очевиден. Мне нет. Ну, давай так. Первое, мы находимся в условиях, когда там импортозамещение, логистические цепочки, поэтому лучше готовый дом. Там уже точно те материалы, которые обещали. Поэтому Амутсен 57 выиграем. Мы находимся в условиях, когда застройщик по имени Тен не сдержал на ряде проектов обещаний по мопам, по дворам и так далее. У Синары, я помню, последний проект, который смотрел Даниловский, на мой взгляд, плюс-минус соответствует, тоже выигрывает. Второй вопрос планировок. Я все-таки человек семейный, поэтому я тоже выбираю там, где большие трехкомнатные квартиры и так далее. Мастер спальни. Да, парк для меня пока не столь существенный был, хотя то, что он рядом у Тена, это несомненный плюс. Не будем этого отрицать. Я бы по всем к совокупности критериям готовность, материалы, которые уже закуплены и установлены, надежность застройщика, его соответствия обещаниям, нарезка квартир, общая этажность. Я бы, и, кстати, локация тоже мне та почему-то посимпатичнее, я бы выбрал Amundsen 57, но это сугубо мой выбор. Остальные люди выбирают по своим критериям. Ну, на этой позитивной ноте разрешите откланяться, как говорится, а все свои мысли пишите в комментариях. Там же задавайте вопросы. Всем пока. А, да, чуть не забыл. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Все, да пребудет с вами муза. Паша. Пока. Субтитры подогнали Симон.